Музыка Первое что мы делаем это снимаем заднюю крышку Здесь у нас головка на 7 6 бортов 7 Также верхнюю планку После этого вынимаем парашка приема, чтобы снять лицевую панель Там у нас тоже есть пара болтов Музыка Музыка Передняя панелька, там есть пара защелок, их желательно не сломать Вот она, отсоединяете плату Следующий этап это снятие резинки Есть пластиковые защелки, есть на железных затяжках Там, где железные затяжки, там проще С пластиковым делается это все аккуратнее, потому что может лопнуть И потом придется покупать новую, либо наматывать прозву Пластиковый хомут снят, снимается резинка Следующий этап, мы можем снять клапан с парашкоприемником Клапана Сзади один момент Клапан занимается вовнутрь И также резинка, которая соединяет парашкоприемник с баком Чтобы проще потом вытащить бак Откручиваем соединительную Как правильно назвать, не знаю Распорную планку Распорную планку Распорную планку Распорную планку Распорную планку Распорную планку Все резинку сняли Следующий этап можно снять прозву состат Властиковый слепили, сжимаете, расслабляете, подсоединяете Его перепутать ни с чем нельзя Даже если вы вымете, вы клеву наоборот не ставите. Следующий этап – это снятие ремня и мотора. Отсоединяем тен, там две питания тена, температурный датчик и земля. Земля – это желто-зеленый, так что вы не перепутаете. Потом можно отсоединить сразу двигатель, обрезав пластиковую затяжку. Они одноразовные. Двигатели откручиваются полками на 10. После откусывания затяжки отсоединяем двигатель. Двигатель вынимается в эту сторону, на себя. У нас остаются только амортизаторы и нижний патрубок. В нижний патрубок, там головка на 7 или на крестик. Вактный нюанс перед тем, как разобрать машинку. Лучше всю воду, которая есть в машинке, ее полностью слить. Машинка пустая. Все, оставьте. Внимаем наш патрубок. Он уже без воды. Грязный. Наклоняем машинку на бок и откручиваем амортизатор. В данном случае у нас ключи на 8. Грязный. Снимаем амортизатор с другой стороны. В данной плате есть еще система рециркуляции. Вот она идет сбоку, про нее желательно не забывать. Вот она отсоединяется, также там есть еще рециркуляционный накрас, они все не видно. Если есть два свободных человека, они один вы это делаете, бак вынимается просто наверх вдвоем. Бак поднимается за пружины и аккуратно вынимается. Бак поднимается наверх. Одному человеку это сделать крайне проблематично, если нужно на бок наклонять машинку. Вдвоем это можно сделать. Главное не порвать резинки, которые есть. И равномерно аккуратно поднимаем машинку, бак полностью высовывается. Бак. 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 И вот так выскочил. Когда мы вытащили бак, первое, что желательно сделать, это снять с него грузы, максимально освободить их от лишней тяжести. Пистолет бинты открученный, бак просто поднимается на него. Все, сняли. Амортизаторы можно задвинуть, чтобы их случайно не повредить. Снимаем резинку ключиком на 7 или на крестик. Можно идти на другую. Все, вот мы сняли резинку, у нас теперь голый бак. Откручиваем шкив. Вот у нас открутился. Там торкс 35 или что здесь? 40. В Канде у нас торкс 40. Вот наш шкив. Все. Имея бак, мы сейчас начинаем сверлить отверстия, чтобы, поскольку в этой части у нас находится присостат, вот у нас выход. Сейчас мы насверлим дырочки под будущие винты, саморезы и болты, для того, чтобы потом две половинки бака могли совместиться. Сверла нам нужны специальные. Сверла нам нужны специальные, длинные, диаметром 3 или 4 миллиметра. Вам придется их купить, потому что короткими сверлами вы просто не сможете подойти к такой дрелью к пластиковой части бака. Поэтому сверла должны быть длинные, видите, для того, чтобы нужно было легко просверлить диаметром 3 и 4 миллиметра. Накным度 не полностью подниматься, чтобы было нагревать. Поднимаемсяmos. Поехали, глупыми мин 현 forex. Стdeep гатирует л�шами. А за элементом все расстояние до сантиметраются. Сантиметровbnbnbnbnbnbnbnbnbnази. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы сделали дырки диаметром 3 мм, 4 мм будет после того, как бак распилится под шуруп, чтобы они могли его сдавить, сейчас будем пилить бак пополам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наверное, обратно, но новый. Так, вот мы зачистили ножом, все отшлифовали поверхность полубака, одну и вторую, она теперь чистенькая, без заусенец. И финальная это обработка, это легкая шлифовка для того, чтобы силикон мог скрепиться. После окончательной шлифовки поверхность у нас уже гладенькая, в смысле без шероховатости с одной стороны и с легкими поцарапанностями с другой стороны, чтобы когда силикон мог, ему было за что зацепиться, когда мы будем совмещать две половинки полубака. Ну, при этом мы предварительно срезаем ножом все заусенецы, которые заплавились, а потом шлифуем сливмашинкой. Вот, выбиваем подшипники. Все, внешний подшипник выбит, остался внутренний. Вынимаем садник. Красивенький, легко, без проблем. Выбиваем второй подшипник с обратной стороны. Вот, внутренний подшипник. Сейчас я вам... Вы слышите, что он ушел с дефектом уже. А вот, внешний подшипник, он вращается идеально. Вот, я сейчас микрофону поднесу. Вот. Он вращается без проблем. То есть, вот внутренний подшипник. Он у нас с дефектом. Поэтому она и не выходила на отжим. Вот, состояние штока крестовидной после шлифовки. И подготовленное место под подшипники. Подшипники у нас запрессовываются обыкновенным инструментом, который сделан для этих целей. И специнструмент, другими словами. Чтобы не повредить подшипники, иначе вы их будете менять опять, заново. Судя по звуку, подшипник присылался. Без повреждений и каких-либо дефектов. Наш 203-й подшипник тоже шлифуется место под посадку. И через специальную выколотку забивается. Все. Вот он сел, без повреждений, без задиров, без изгибов. Внутренний и внутренний, внешний подшипник. Вот сальник. Вот сальник уже полностью положенный. Теперь самая главная процедура, это заложить в него смазку оригинальную, Гидро-2. Вот она. Смазку лучше не жалеть. Одеваем барабан в бак. Вот. Когда мы видим, что он уже немножечко натянулся, торчит, можно надеть шкив, шкив и шкивом уже через шкив аккуратно дотянуть. При условии, что вы поставили правильные подшипники, нигде не ошиблись, у вас... Вот. Дотягиваем. И вот и все. Процесс покрытия силиконом. Силиконом не жалейте. Сколько уходит на один бак? Пол чубика, да? Больше. Больше. Пусть и тюбика. Продолжение следует... 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 лайк. Большое вам спасибо!